Началось рабочее совещание с доклада заместителя главы Александра Новикова. Он сообщил о ходе реконструкции кинозала. Работы идут в штатном режиме, а торжественное открытие планируется на середину декабря. В городе продолжается прививочная кампания. Медсанчасть регистрирует незначительный рост простудных заболеваний. Это связано с приходом сезонного похолодания. В акушерском отделении на свет появились четыре младенца. Программа «Комфортная городская среда» набирает свои обороты. Завершились у нас собрания собственников на этой неделе в домах номер 1, номер 2, 7 микрорайона. Сейчас идет подсчет голосов и формирования итогов протокола. И организуется собрание на этой или на следующей неделе. Сейчас более точно с жителями поделимся по еще одному на квартирном доме номер 2, второго микрорайона. Тоже по участию в программе «Комфортная городская среда». Кроме того, в ноябре собрания пройдут и в домах четвертого микрорайона. В планах приватизации муниципального имущества 12 ноября состоится аукцион. На продажу выставлены три объекта. Вся информация размещена на сайтах администрации и торги.гов. Заявки принимаются до 6 ноября. С 1 по 11 ноября в городе будет проходить акция по сбору одежды, обуви, детских книг и игрушек «Я доброволец». Все вещи будут адресно направлены в домич малым мужчинам, многодетным семьям. Прием вещей состоится в Центре культуры и молодежной политики по адресу 6 микрорайона. Справки по телефону 325-04. В пятницу 2 ноября начинается муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Она пройдет по 17 предметам. А 5 декабря все желающие могут написать итоговое сочинение. Подать заявку можно в Комитете по образованию до 21 ноября.